Субтитры создавал DimaTorzok Позже, вначале о главном событии месяца, а по значимости, наверное, всего года, это открытие мечети Сулейман. О самой мечети мы уже рассказывали весной прошлого года, но в видеоархиве фонда «Ердам помощь» хранится немало видеоматериалов, которые теперь дополнились свежими репортажами. Небольшую видеонарезку из архивных видео и новых репортажей в вашем внимании. На месте молильного дома в 99-м открылась небольшая мечеть. В 2002-м имамом стал Ильдар Боизитов. При нем пристраивают минорет, открывают учебные классы и начинают проводить благотворительные акции, прежде всего для людей с ограниченными возможностями. В 2007-м учреждают фонд «Ердам» еще до строительства одноименной мечети Носерова. Еще 20 лет назад зарождалась социальная работа, социальное служение. Мы здесь проводили лагеря, работа началась с незрячими, по обучению Курану. Мы здесь первые Кураны побрали, выпустили в этой мечети. Многие из тех, кого сегодня пригласили в мечеть, не смогли прийти сами из-за болезни или преклонного возраста. За них продукты получали их дети или соседи. В подарочный пакет своего рода гуманитарную помощь входило 9 продуктов первой необходимости, общей стоимостью 200 рублей. Всего таких пакетов было роздано 55 штук. Мечеть построили 4 года назад. Здание поднимали всем миром, помогали кто чем мог. Сейчас здесь читают намазы, работают медресе, а для инвалидов устраивают специальные благотворительные обеды. Мечеть у нас маленькая. И вот возникла острая необходимость в реконструкции, то есть добавление второго этажа. Мы решили добавить второй этаж облегченной конструкции, то есть это будет внешне из металлочерепицы и изнутри так евровагонкой. Сейчас ведутся работы по надстройке второго этажа здания. Кроме того, будет перестроен ими наред. По мнению специалистов, фундаменты стены здания позволяют сделать надстройку. Деньгами помогают и правоверные, и предприниматели. Ради святого дела, говорят они, денег жалеть нельзя. Еще недавно мечеть представляла себя небольшое одноэтажное здание. Здесь и молились, и здесь же проходило обучение шакирдов. Естественно, всех желающих мечеть уместить не могла. Поэтому в марте нынешнего года решено было под учебные классы построить второй этаж. Появились комнаты для проживания шакирдов, воспитателей и преподавателей. Несмотря на реконструкцию, мечеть не закрывалась ни на один день. Двери для желающих помолиться всегда открыты. Ежедневно читается намаз. А для учеников летом при мечети работал лагерь. Подарок начала священного месяца получили мусульмане поселка Левченко. Сегодня там состоялось долгожданное открытие мечети. Полгода она была на реконструкции. Впрочем, службы здесь не прекращали. Только вот условия оставляли желать лучшего. С появлением новых помещений, а также возведения минарета, служение Аллаху стало гораздо комфортнее. На это не поскупились. На строительство затратили около двух миллионов. Потребность расширения здания, по словам Эльдара Хазрата, назрела давно. Здесь не было учебных классов для 80 студентов Исламского университета, чьим филиалом является мечеть. Теперь мечеть выросла и в ширину, и в высоту. Здесь улыбаются, наверное, ближе к Аллаху стали. Впрочем, и земные условия стали гораздо лучше. Помимо классных комнат появились учительские спальные и залы для проведения благотворительных обедов. Нести священное писание в массы для мечети Сулейман уже традиция. Тут и просвещение, и дань Всевышнему, но вот учеников в медреце привлекают впервые. Дело ответственное выбрали десятерых из пятнадцати. Имам подмечает, чтение Корана — это музыка Аллаха. Не каждый способен. Священное писание через репродуктор будет звучать в Левченко в течение всего марта. То, что газета выходит на русском языке, что позволит значительно расширить круп читателей. Правда, по заверениям ее создателя, имама мечети Сулейман, Ильдара Хазрата, планы глобальные. Скоро издание будет выходить и на татарском языке, и в цветном варианте. А также появится интернет-версия. Вот в таком виде наши газеты. Значит, вот вы видите, на первой полосе мы подготовили анонсы. Житейские истории о том, как приходят в ислам, пятничную проповедь, женская мода, о том, как должна выглядеть истинная мусульманка и многое другое, предлагает новая газета «Ислам.Инфо». Но, пожалуй, самая неожиданная рубрика в религиозном издании называется «Вопросы фиха». В ней юрист и знаток шариата будут отвечать на письма читателей. Ну, вообще интересно ходить сюда, чтобы не было и скучно, и надо это знать. Похоже, как школа, как воскресная школа. Приходишь сюда, тут интересно. Когда мы преподаем основы ислама, скажем так вот, со своей стороны, мы увидим, как увеличивается духовность. Такая вот мусульманская воскресная школа. Двери ее открыты всем желающим, независимо от национальности и вероисповедания. Даже если ты из страны глухих. От обычного детского лагеря мусульманский лагерь отличается немногим. Правда, все конкурсы, соревнования и состязания на мусульманскую тематику. Если ребята рисуют, то мечеть. Если соревнуются, то на быстроту чтения или перевода священных писаний. Но, как говорят маленькие шакирды, время остается им и на общение, и на то, чтобы погонять мяч во дворе. Мне Коран легче, чем русский язык, математика. Коран, мне кажется, лучше и легче учится. На улице все шакирды, которые еще минуту назад зубрили аяты и новые арабские слова, становятся снова простыми мальчишками. Преображается даже их серьезный учитель Радик Бахтияров. Эти ребята пробудут здесь до конца лета. А после каникул, когда закроется лагерная смена, в мечети начнется новый учебный год. Выделить способных цели такой никто не ставит. К каждому индивидуальный подход. На курсы принимают всех, независимо от возраста и заболевания. Так уж повелось мечеть Сулейман в Казани, своего рода просветительский центр. Для всех желающих узнать побольше о Коране. Здесь не отказывают никому, просто они всегда готовы принять сразу. Не позволяет маленькая площадь мечети. Поэтому некоторым приходится ждать своей очереди. Сейчас незрячие проходят реабилитацию при мечети Сулейман. Но вмещает этот храм только 25 человек. С помощью такого прибора и специальной ручки слепые учатся писать. А потом и читать по выдавленным точкам целые книги. Эту систему придумал ученый Луи Брайль. Теперь ее применяет по всему миру. В Мусульманском центре для незрячих за одну смену лагеря проходит целый курс занятий. По чтению и письму, по ориентации в пространстве и компьютерной грамотности. Есть даже тренажерный комплекс. С каждым вновь прибывшим работает психолог. Это все книги, которые приготовлены уже к отправке. Такие тома по Брайлю с переводом Корана, основами ислама и со светскими учебниками на русском и датарском языках выпускает Казанский центр для незрячих и отправляет по разным городам России как помощь в обучении слепых. Вот эта новая мечеть Сулейман, она, как и раньше, была начальной отправной точкой для мечети Ярдан. Сегодня она будет тоже выполнять социальную, закрывать потребность. Мы знаем, что у нас есть пансионат деревни Барбаш, Балтасинского района. Вот здесь будет либо филиал, либо уже центр в городе Казань. Огромный комплекс площадью больше тысячи квадратных метров сегодня собрал сотни верующих. Работы шли два года. Теперь над мечетью возвышаются три полумесяца. И снаружи, и внутри преобладает белый цвет. Обновленная мечеть сохранила прежнее название – Сулейман. Еще в советские времена здесь был молельный дом, а веру защищал Сулейман Бабай. Сегодня здесь его сын. Был единственный имам, все вокруг него крутилось. Даже русские к ним выходили, шкряги, которых уже неизлечивые дети, приводили своих детей к ним. В 2008 году мы приехали к Эльдар-Хазрату. Это был март месяц. Я увидел людей, слабовидящих и абсолютно слепых, у которых абсолютное счастье на лице. И вокруг них они все светились. Теперь только молельный зал вмещает 300 верующих. На втором этаже женская комната. В отдельном крыле учебные классы, столовая, культурный центр для молодежи. Главным меценатом строительства стала Разия Яникеева, композитор и музыковед, вдова известного мецената Руслана Латыпова. Видя, что в Казани мало мечети, люди не умещаются в этих мечетях, я познакомилась с Эльдар-Хазратом. И он мне показал это место. Площадь позволяла уже построить и мечеть, и медресе. Это то, о чем, собственно, и мечтал мой муж. Сегодня сбылась мечта и всех мусульман поселка о своей большой и светлой мечети. В двухэтажном крыле здания к Новому году откроется Исламский культурный центр. Новую мечеть построили за рекордные два года. На месте небольшого храма теперь двухэтажная мечеть с молельным залом и школой медресе, с современной библиотекой и компьютерным классом. В этих кабинетах будут учить священнослужителей и проводить беседы для молодежи. Для постояльцев построили столовую, спальню, медицинский кабинет и помещение для омовения. А рядом с мечетью скоро появится спортивная площадка и территория для заклания жертвенных животных. Ее планируют использовать во время главных мусульманских праздников. Продолжая тему благотворительности, скажем, что Нияс Гараев, тот самый предприниматель, во многом благодаря которому у фонда «Ирдампомощь» появилась социальная столовая, приобрел для фонда 15 комплектов сантехоборудования, необходимого для замены старого. Еще не прошло и двух недель, как Людмила Романова стала обладательницей удобной коляски, о которой она мечтала. Больше 20 лет назад Людмила попала в аварию, но это не помешало ей вырастить дочь и стать мастером спорта по волейболу. В волейбол она играет сидя, а новая коляска нужна была для повседневной жизни, такая, которая облегчает и скрашивает эту повседневность. Людмила любит быть самостоятельной, и эта коляска позволяет ей не только ее быстро разбирать и собирать, но главное, чувствует себя в ней совсем по-другому. Удобная она по конструкции, то есть здесь есть за что держаться, есть когда с пола подниматься. Когда садишься, это небо и земля по сравнению с тем, что у меня была коляска, это небо и земля. Она, у меня даже слов нет, как описать, какая она. Она очень удобная в плане складывания. О современной маневренной коляске Людмила начала думать год назад. Обратилась в фонд «Тердампомощь», который весной этого года разместил на добромail.ru просьбу Людмилы. Сбор был закрыт полгода назад, и из-за санкций 6 месяцев коляска добиралась до владелицы. Слава Богу, дошла до меня целая, невредимая, по моим замерам, по моим параметрам. Я очень счастлива, долго ждала. Огромное спасибо каждому. Для меня это важно. Почему? Потому что коляска, вот кто-то сравнивает ее с обувью. Я всегда говорю, коляска – это продолжение меня. На этой коляске прям открывается дыхание. Это не передать словами. Со стороны смотрится коляска, как коляска. Понимают истинно, что это как дыхание те люди, кто пользуются колясками. Тот человек, кто сидит в этой коляске. Ну, в данном случае я. Фонд «Ярдем. Помощь» выражает благодарность всем, кто помогает менять и улучшать жизнь тех, кто рядом. Каждому хочется сказать огромное спасибо. Друзьям моим спасибо. Они меня тоже очень поддержали. И огромное спасибо каждому сотруднику фонда «Ярдем». Они делают очень большую работу. Спасибо огромное. Спортивный комплекс «Ярдем» прошел заключительный турнир по адаптивному спорту на смугукарах. 30-е по счету соревнования завершает грантовскую поддержку международной премии «Мы вместе». Президент фонда «Ярдем. Помощь» Ильга Масмогилов приветствует участников соревнований, выразил надежду на дальнейшее развитие этого нового вида спорта и вручил медаль Национального союза благотворителей Марату Ильясову. Я надеюсь и верю, что данный вид спорта мы не сможем внести в общий российский реестр, и он будет популярным в России и в России. Новый вид адаптивного спорта имеет все шансы для своего развития, считает паралимпийская чемпионка Ирина Полякова. «Перспективное. Нужно делать такие вещи для детей, которые вообще ничего не могут делать. Есть такие люди, которые у нас дети, старшие, малыши, что они не могут даже двигаться. На коляске сидят мертвые или как-то. А я сам это взял за ручку, устойчиво, если ножками идешь. Ну, там, естественно, кто-то может помогать, если где-то какие-то препятствия. А так, достаточно успешно должно быть. Это же устойчивая вещь. И не скоростная, и не опасная. Ни травмы не получишь. Команда из Бавлов, которая занимается два раза в неделю, всегда принимает участие. Уверена, что соревнования на Самогукарах станут популярными во всей России. Мы проводили в Бавлах. Затем это был Октябрьский, Республика Вашкортостан. Потом мы съездили в Уфу. Затем уже вышли на Казань. И, конечно, надеюсь, это еще далеко не предел. Не то, что надеюсь, я в этом уверена. Для большинства участников каждое соревнование как праздник, на котором они получают массу позитивной энергии. Мы первый раз на Самогукарах. Это просто великолепный вид транспорта, очень удобный. Я сама на нем поездила, мне очень понравилось. Ой, ну он без ума. Мы вчера тренировались. Да, Гер? Да. Понравилось? Да. Мы пришли вторые. Ну, очень даже рады. Сам. Всю дорогу сам. Я не помогала. Для таких детей, для таких детей 18+, скажем так, это оптимальный вариант. Здорово. Вообще, такой праздник устроили. Очень-очень рада. Очень нам понравилось. Спасибо большое вам. Прям поднимается дух спортивный. Вот мы ходили уже на тренировку были перед этим, да? И выходим с таким подъемом, с такой радостью жизни. Спасибо большое, огромное. Очень нам понравились соревнования. В соревнованиях традиционно участвуют те, кто приезжает в центр Ердам на курсы реабилитации. В этот раз это участники проекта «Поддержим друг друга». Вообще, отлично. Я прям духом поднялась. Очень мне понравилось. Ну, я просто думаю, это чтобы больше участников было, записалось. А у меня получилось. Пожалуйста. Вчера потренировались, а сегодня я не думаю, что я приеду. Первый. Вообще, настроение отличное. Здесь он с каждым приездом приобретает новых друзей. Вот, общение. Он прям каждую поездку очень ждет. Как Ердам для него, ну, как второй дом. И в прошлом году открылся спортивный комплекс, да? Он очень мечтал попасть сюда. И так совпалось, что в этот заезд он и проходит реабилитацию, и попал на соревнования. Приходит, занимается здесь. Хочу сказать большое, огромное, огромное спасибо, что вот есть такой центр в нашем городе. Первые и единственные в этом году курсы по проекту «Поддержим друг друга» проводятся за счет добрых и щедрых казанцев, а также собственных средств фонда Ердам. Завершатся эти курсы в начале декабря, в декабре инвалидов. Впереди вас ждет видеозарисовка о том, как проходят эти курсы. Я же с вами прощаюсь. Всех вам благ и будьте здоровы. Ассам алейкум. Вархматуллахи. Вабрахат. Варх Мы в этом музее ни разу не были. Нам было очень интересно посмотреть старинную Казань 18 века, 19, 20, 21 века. Даже мы свой дом видели почти, можно сказать, адмиралтейскую слободу. Мы там родились даже. В общем, это такая большая возможность, и она очень довольна. Что мы ее вывезли из четырех стен. Она у меня очень рада. Рада? Рада. Она у меня тут улыбаться начала, смеяться. А что у нас сидит четырех стен дома? А потом выяснилось, что там дом. Ну, мы же пора. Спасибо. 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 Мне очень тут нравится. Впечатление, вообще огонь. Спасибо вам большое. Иншала, я еще раз приеду сюда, в эту мечеть. Я сколько лет живу на свете, это первый раз вижу такое отношение. Кто организовал, кто Мялика Ханума, особенно уж от чистого сердца, что она организовала такое людям. Вот мы и общение хорошее, и еда очень приятная. Даже в хороших санаториях такого не бывает. Очень приятно. Огромное-огромное спасибо вам всем. Очень благодарны. Спасибо огромное. Дай Бог здоровья всем и не болеть. Вот, значит, мы год назад здесь были. Нам понравилось, в общем. Он остался такой довольный, прям такой в восторге. Ну, и ему еще захотелось сюда. Во-первых, здесь общение. Ему же не хватает общения. Он же один вот у меня, как бы, да, в семье. И поэтому, видимо, вот эта вся ему обстановка понравилась. Я думаю, так, вот это, все, что здесь вот происходило, вот это вот, все такое, скажем, большое, грандиозное общение, для него это, ну, наверное, как говорится, дорогого стоит. Вот, еще видится. Вот, еще не успел уехать, а ему уже еще увидится. Надо, вот, видите, как он у нас, какой активный парень. Во! Тебе здесь нравится? Очень, очень. Ты рад, что приехал? Очень рад, очень. Ждал? Да. Очень рад. Я снимаю. Я снимаю. Я-я, я, я. Я... 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 Тебе можно исправить? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok